Завтра в 19 часов в Доме Братства Черноголовых в Таллине будет звучать музыка Петра Чайковского и Арва Пярта, а на сцене выступит таллинский камерный оркестр и солист-дирижер Максим Рысанов. Он родился в Краматорске, но уже давно живет в Великобритании, где успел выиграть массу почетных наград и даже был номинантом на премию Грэмми. Поговорим с Максимом о завтрашнем концерте, о его карьере, а заодно попросим сыграть нам на Альте и научить о замдирижерстве. Доброе утро, Максим! Доброе утро! Доброе утро! Ну вот Андрей уже сказал, что у вас было множество наград, вы получили фактически Оскар в мире классической музыки, BBC вас назвала лучшим исполнителем нового поколения, вы номинировались на Грэмми, вот слава, в которой вы купаетесь, накладывает такую дополнительную ответственность. Все, что вы сейчас перечислили, звучит, знаете, как в каком-то сне. Не про меня, да? В принципе, никогда об этом не думаешь. Ну да, награды приятны, нужно же как-то вот, да. Ну, самое главное, это творческий рост для меня, и дирижирование является одним из таких аспектов. Вы много гастролируете, много где бываете. Насколько тяжело, вот приезжая в незнакомую страну, в незнакомую обстановку, наладить контакт с коллективом? Как быстро вы срабатываетесь? Мне кажется, что у меня достаточно быстро получается это сделать. Я всегда к музыкантам оркестра отношусь на таком же уровне, как все равны. Поэтому мне кажется, что за счет этого многие ко мне расположены быстрее, чем если бы я был большим маэстро. Ну, в руках у вас инструмент, а тем не менее, вы еще и дирижер. И где ваша дирижерская палочка? Иногда, вот, чаще всего без палочки. А расскажите вот эти системы? Обучите нас Азам, значит, вот так правильно держать руку? Нет, ничего правильного будет. Как бы, понимаете, существуют разные школы. Самое главное, чтобы оркестр понимал, чтобы было раз, два, три, четыре. А все остальное это показывание звука, если отрывистые... А как это показывается? Ну, всегда есть ауф-такт. Вот есть ауф-такт. Например, вы хотите, чтобы я вам показал, не знаю, что вы хотите там. Тарадам-тарадам-тарадам-тарадам-тарадам-тарадам. Вот вы даете как бы пульс оркестру, темп. Вот, очень хорошо, очень хорошо. Может быть, во мне пропал дирижер, да? Я в Венском музее музыки показала себя очень плохим дирижером. Там интерактивная выставка, есть действительно оркестр, которым можно управлять вот так дистанционно. А потом, как в каралоке, вы дирижировали очень хорошо, да? Не, наоборот. Когда я стала дирижировать, оркестр сделал вот так. И сказали, нет, нам дирижер такой не годится. Вы были в этом музее? Нет. Никогда в жизни не поедал. Очень интересный опыт. Почему? Сходите, попробуйте, это же интересно. То есть палочка, в общем-то, не обязательна? На мой взгляд, и очень многие дирижеры тоже ею почти не пользуются. А если пользуются, например, Гергеев, пользуются иногда вообще зубочисткой. Зубочисткой? Да. Насколько вообще дирижер нужен оркестру? Честно, человек, далекий от музыки, может подумать, что стоит какой-то товарищ перед оркестром, машет руками. К сожалению... Справится оркестр без дирижера? Существует, по-моему, несколько таких очень больших ансамблей, которые играют без дирижера. Один из них, это Persim Fans, это оркестр в Москве базируется. Он работает без дирижера. Но в любом случае, если большой состав, много духовых, то нужен какой-то лидер. Или хотя бы несколько человек в оркестре, которые будут на себе, так сказать, нести это. В самых частых случаях это просто концертмейстер оркестра. Например, завтра я буду играть эстонскую премьеру концерта для Альта Петриса Васкса, латышского композитора. И это будет без дирижера. Так вот, концертмейстер оркестра будет, так сказать, немножечко... Помогать все равно. Показывать. Да, то есть это можно делать инструментом немножко, да, то есть чтобы был какой-то пульс. Вы сейчас взяли в руки вот инструмент, расскажите о нем. Потому что в Википедии, например, написано, что вы обладаете инструментом, дата изготовления которого 1780-х годов. Да, совершенно верно. Это тот самый Альт? Это тот самый Альт. Наверное, очень дорогая штука. Это не самый дорогой инструмент в мире, скажем так. Ну, скажите, сколько стоит уже. Ну, сейчас, сейчас, я немножко подержу вас. Например, у Страдивари было 10 Альтов. 500 скрипок или больше. Но Альтов, Альт это редкий инструмент. И последний инструмент, насколько я знаю, выставился на продажу за 45 миллионов долларов. Хотя его никто и не купил за такую цену. То есть инструмент может стоить столько, сколько за него предложат. Этот инструмент в последний раз был застрахован на 500 тысяч евро. Ну, застрахован. То есть, соответственно, его стоимость к этому приближается. Ну, естественно. Да вы богатый человек. Это не мой инструмент. Он из фонда. Я ужасно благодарен, что я на нем вообще играю. Сыграйте нам что-нибудь на 500 тысячах евро. Хорошо. Я сыграю... Сейчас посмотрим. Хорошо звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Браво, 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 браво. Расскажите подробнее о концерте, который состоится в Доме Братства Черноголовых. Да, значит, это первое мое сотрудничество с коллективом Камерного оркестра Таллина. Мне ужасно нравится с ними работать. Они молодой, интересный организм. Исполним мы небольшое произведение Пиарте под названием «Фратрес». Это, пожалуй, его самое, наверное, известное произведение, которое использовалось неоднократно в разных фильмах. В общем, как саундтрек. И потом я сыграю эстонскую премьеру концерта Петриса Васса, который, кстати, обещал приехать. Так что, если кто-нибудь хочет вживую увидеть классика Васса, приходите обязательно на концерт. Это произведение было написано специально для меня, по многочисленным, так сказать, уговорам. Потому что сначала он совершенно не собирался писать для Альтая. И я позвонил, говорю, как же так несправедливо получается. У вас два концерта для скрипки, два концерта для велончели и ни одного для Альта. Пришлось уговорить. И во втором отделении будет известнейшая Серенада Чайковского под моим руководством. Ну, это будет завтра в 19 часов в Доме братства Черноголовых. И мы благодарим Максима Рысанова и за урок дирижерского искусства, и за этот небольшой фрагмент, исполненный на Альте, и за интересный разговор. Хорошего концерта вам дальше. Продолжение следует...